это вконтакте live на рашен мюзик бокс телефон прямого эфира 8 4 9 5 276 29 49 и вторая часть нашей программы мужская в прямом эфире я скучал я скучал по прямым эфиром почему еще скучаешь быть обычно скучаю по обществу не хватает куча конеках мне кажется внимание всем нужно и конечно же лично и как общественная медь как настроение скажу лето такой какой-то нас под заканчиваться на чего заканчивается она только начинаете слушайте но не нужно вешать нос опускать хвост там еще что-то ну и что что даже как спел один наш известный певец подожди 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 корнелю конечно же за зря он исчез у него были прекрасные песни пройдет все пройдет и это любовь и радость но я сегодня был уже на другом прямом эфире было ради не прямой эфир и меня спросили что вы хотите пожелать игру вы знаете что лето прошло как ты сегодня успел выразиться да поэтому ребята не планируем отпуске не планируем никакие каникулы мы значит у нас чемпионат мир миров по футболу строить дороги гостиницы стадионы футболистов готовить конце концов нам же его нужно выиграть импортозамещение а вы говорите а вы говорите лето никакого лета это не надо пахать конечно вот ты пришел к нам не просто так мит сегодня я пришел сложную погибать в чем сложность была пробки сложность была в том что да нет же в том что я все сквозь стерни через всю москву пробирать пробок не было пробок все же отдыхают вот так что давайте пока посмотрим плит мить вот так вот так вот я люблю тебя это вконтакте live на russian music box гостях у нас митя фомин который сегодня прошел не с пустыми руками но об этом чуть позже из пока мы тут с тобой смотрели твой клип любовались замечательной работой митя фоминака подметил сам митя прекрасное видео и что вот да никто не спорит кто посметно поспорить нас появились вопросы станислав хороной пишет привет митя в каких телепроектах тебя можно будет увидеть когда выйдет третий сольный альбом два раза два раза неужели один и тот же знаете завидным постоянством станислав вопрошает меня по самым разным поводом и это отрадно почему потому что значит есть интерес для того что станислав является неотъемлемой частью моей активнейшие фан-группе вконтакте в которой я всех также активно призывает у нас там ребят не скучно совершенно точно значит танислав отвечаю по порядку телепроекты не мы не могу отрез всех карт потому что где-то я подписал контракт где-то я обращаю конечно же где-то где-то таскать он еще находится процессе становления вот могу сказать что я приступил к съемкам в одном интереснейшем телесериале и он незамедленно появится в этом году в общем я для себя открывая новую профессию на то что он есть теория по которой все певцы не мечтают играть в кино а все актеры мечтают петь вот это такое взаимопроникновение так вот я не исключение могу сказать что я мне конечно хочется попасть в кино и на какую-то большую красивую роль я жду своего своего режиссера а пока я попробовал себя в роли в роли самого себя опять же да и ты знаешь и я могу сказать что меня похвалили и я почувствовал что наверное может получиться что-то больше то есть и поверили в меня поверили наконец-таки спустя это 50 20 лет меня поверили да ты как-то и славский верю не верю а да мне поверили более того вчера я был на одном мероприятии и ко мне подошел режиссер который совершенно не имел никакого отношения к этому проекту слону знаете я видел варку сегодня ваш значит ваши дубли вы же хорошо играет если так просто подходит и говорит об этом и что же это уже чего-то стоит относительно моего третьего сольного альбома друзья активно создается активно пишется да то что я уже два или три года не выпускал никаких альбомов его мне кажется лучше меньше да лучше значит все время откладываю срок почему мы наметили уже релиз на середину июля традиционные свои свои альбомы свои два сольных альбома я выпустил в общем-то летом вот и я думаю что этот год не будет исключением но за то что жизнь и судьба вносит свои коррективы чем потому что вот уже набрал песен для уже практически пола все записал половина даже отротировались уже обложку сняли уже передумали где там что буду говорить но суть в том что приходит ко мне мой давний друг композитор и композитор лёша романова и говорит митя я тебе написал две сумасшедшие песни я говорю лёша это же прекрасно и я послушал и понял что я не могу не спеть эти песни потому что все-таки лёша ты что который мне написал действительно очень известные треки и собственно может быть мы отложим чуть-чуть но почему потому что все-таки выпускать надо что-то стоящее стоящее а вот по поводу актерства кого бы хотел сыграть может есть роль мечты абсолютно ромео да боже упаси какой рома послушай я бы хотел сыграть значит как явленного какой-то мерзавца хулигана совершенно такого как бы называется но человек который не приемлет никаких законов бандита не знаю там шпион еще кого-нибудь вот все думают что я что я что я такой улыбающийся что я такой такой замечательный позитивный ребята мне плохо знаете тебе хочешь с другой стороны да либо либо другая крайность либо либо какого-то сказочного персонажа а вот какой ведь другой не как все привыкли улыбающийся слушать лучшими лучше об этом просто сразу убежите сразу вот давайте пока вид не убирал мы убежали посмотрим клип чужие сны ведь фамины чужие сны чужие песни нашей жизни как бы не причем но верю я мы будем вместе ведь ты мне снишься даже если мы вдвоем вот так вот еще и сольный концерт вконтакте какой как фамилия вот устроил концерт минь мы подошли так сказать к премьере твоей из которых продемонстрируешь расскажи вообще что за клип что за песня как снимал где снимал с кем но друзья друзья мне приятно сообщить вам что сегодня будет по моему не премьера по-моему на мюзикбоксе уже идет потому что не умительно сам лично это все просто объявит ну давайте я это сделаю действительно как-то как-то действительно раз и навсегда что в моей жизни случилась очередная премьера для любого музыканта его новое видео и новые песни это в общем-то достаточно громкое событие потому что мы связываем это с новыми победами с новыми гастролями с новыми музыкальными призами и так далее песня называется следует за солнцем о чем она но я предпочитаю чтобы песню слушали нежели они рассказывают но если коротко то наверное у как у каждого из нас есть свое солнце у нас мы хотим вращаться около кого-то мы хотим греться в лучах этого солнца мы хотим за ним бежать почему там потому что в жизни каждого человека должно случаться какая-то вспышка периодически да это конечно же человек это любовь да и на это если мы прям скопнем скопнем то скопнем глубоко если проще говорить о том что я конечно же очень сильно надеюсь что эта песня повторит успех песня огни большого города все будет хорошо там вот так вот я люблю тебя почему что лето я как человек который активно ассоциируется с этим временем года я не мог остаться в стороне и не выпустить и естественно летнюю песню следуя за солнцем но эта песня обе а беззаботном времяпровождение об отпуске аль а так сказать в этом сумасшедшем периоде когда все его связывают с тем чтобы отдыхать в общем снимали мы в дубае были очень с очень сложные съемки почему потому что не самая простая не самая скажем так доступная страна для 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 съемок но с помощью наших дубайских партнеров мы нашли совершенно замечательного кинопродюсера руслан гой который нам нашел локации разрешения актеров какие-то другие возможности и собственно мы сняли на мой взгляд очевидное пахальное видео почему потому что там вы сейчас увидите русалку живущую в фонтане которые дружат с биноклем пингвина который разбрасывается документами и он при этом черный вы увидите вы увидите значит девушку солнца которая просто ведет совершенно разнузнанный образ жизни и никто ее не может найти вы увидите там щелкунчика который как как катается на лонгборде вы увидите там кого еще вы увидите космонавта соответственно которого сыграл сам продюсер просто изъявил желание и в общем меня и нашу красавицу блондинку который является олицетворением символов можно сказать чемпионата мира по футболу 2018 года которая активно живет на две стороны в частности на арабские эмираты и россию это виктория лопылева друзья с премьерой меня на рашен мюзик посмотрим это вконтакте live на рашен мюзик бог в гостях у нас митя фомин звоните нам сюда прямой эфир задавайте вопросы митя на все ответит все расскажет митя крутой клип яркий такой прям я влюблен в него скажи а если какой-то твой самый любимый клип или вот каждую новая работа за что-то новая любовь это уже ты правильно сказал почему потому что каждая новая работа это это твой твоя любимая песня но у меня есть самая любимая песня и все наверное думают что это все будет хорошо да она прекрасна эта песня ты в общем-то гимны символ там прочее прочее вот и спасибо лёхи романову за я за эту песню и саши сахарову но моя любимая песня моим творчестве завтра будет все по-другому мы ее увидим чуть-чуть похоже где вопрос вопрос а зрители вот митя здравствуйте пишет тебе ксения дуничева считаете ли вы себя примером для подражания и почему вряд ли смотря в каких аспектах наверное да и я недавно один сказал совершил что я постоянно занимаюсь собственно самовоспитанием без безрезультатно вот если я для кого-то могу в чем-то быть примером прекрасно в общем потому что мне кажется люди друг к для друга в самых разных аспектах являются примерами где 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 где-то ты ты берешь внешний вид где-то внутреннюю составляющую где-то только человек сказал где-то как он поступил в общем это что это очень собирательного образ но в целом бы конечно хотелось бы а вот кто для тебя пример с кого ты берешь пример какой-то равняешься ну вот я говорю что это скорее всего это абсолютно собирательный образ и невозможно дифференцировать вот этот вот и вот этот человек для меня во всем пример но не могу не скажи любишь ли ты цветы вверх много дарит много ли тебе их дарит на концерт несите носите цветы да но как вам сказать я конечно без них прекрасно себя чувствую и существую в моем в моей квартире достаточно много цветов мне кажется красиво вот они у меня растут внутри и снаружи за окном там это далее вот ну как бы ну 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 люблю скорее всего чем не люблю наверно так почему вообще просто потому что у нас есть замечательный партнер это компания magic box которая делает замечательный букет и который может дарить митиками на концерты как они это надо было взять и принести сегодня исправимся митя исправимся к тому же если вы скажете кодовое слово music box получить скидку 15 процентов митя еще вопрос кстати у девушка из питера пишет когда планируется концерт северной столицы с северной столицы очень скоро мы поедем туда 28 июня не побоюсь этого слова да и буду выступать в петергофе не знаю насколько вы сможете на него попасть причем потому что мы будем его играть для выпускников но я в предвкушении этого концерта причем потому что все таки во-первых это питер я люблю туда летать и ездить уже последнее время что мы как правило туда едем на на сапсане а тем более в петергофе сыграть концерт это как как осуществление мечты мадонны спеть значит на на по на главной площади петербурге скажи вообще вас любишь какие по все-таки больше для работы какие-то клубные закрытые все-таки большие и существо сейчас лето сейчас время опен-эйр of стадионов там и прочь таких круг крупных мероприятий могу сказать что последние наши три концерта прошли просто на ура я открыл для себя в общем то эти города заново один из них это был город губкин как это не смешно звучит очень милый очень чистый очень аккуратный очень гостеприимный город где мы играли для детей как раз это было в день защиты детей был полный стадион это было в общем то это было прям действительно удовольствие второй город где мы играли на плотно главной площади города был город рыбинск который расположен на волге там тоже мы прям пели песни в голос салют и все дела и из самой конечно грандиозной вот за последнюю неделю это был город вильнюсе это столица литвы где мы приехали специально играть своими барабанщиками огромный концерт большой полный концерт для русскоговорящих и всех кто любит русский язык русскую культуру там 20 тысяч человек в парке винге с огромной арены сцены и в общем то мне было это особенно приятно то что мне сказать что только самые крутые музыканты выступает это по площадке на кто был последний и те сейчас я посмотрю твой очередной клип давайте посмотрим завтра вы завтра вы все по-другому все по-другому это вконтакте life на рашнамзи бокс митя у нас по-прежнему здесь отвечает на вопросы ведь пока мы смотрели клип твой вот вопрос есть юрий агабабя здравствуйте митя крутая песня это вот еще про премьеру клип здравствуйте спасибо очень приятно очень понравилось какие планы на будущее и можете ли вы подумать над моим предложением стать членом жюри проекта твой голос если можно передать привет юри али и юлия кому юрия так юри нет или ссори юлия или алле юлия 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 или алле лес огромный привет слушайте все что связано с моим участием каких-либо проектах мы конечно мы открыты сотрудничеству на моем сайте нитфомин точка ру вы можете найти телефон мой вопрос агент катикония как который сидит тут со слева часа от меня и вяжет даже потому что да не кофту мне потому что должна связать все потому что холодно за эфир жуху да значит пожалуйста присылайте пресс-релиз ваших проектов что требуется от нас и мы обязательно выйдем на связь и представим как это станет возможным значит ответил но планы я сказал альбом я рассказал про песню рассказал про телепроект рассказал и показал и показал да если какие-то какие-то новости обязательно смотрите и подписывайтесь mf подчеркивание агент это мой официальный instagram аккаунт который веду я лично я кинтрую пишу кати периодически мне помогает вот в основном конечно вся инициатива исходит ура здравствуйте меня зовут светлана светлана ваш вопрос здравствуйте а почему митинг митинг находится в очках он же прекрасно видит действительно прекрасный я вот даже не могу даже найтись для себя ответ почему почему потому что на первых здравствуйте светлана вот значит открою вам такой небольшой секрет в том что студии очень ярко очень ярко и я то что я ношу солнцезащитные очки как раз как при хорошем зрении кстати говоря да как раз обе объясняется тем что здесь очень высокий индекс иллюминации это во первых во вторых мне кажется артиста спрашивать о том почему он отдел то или это мне кажется очень странно почему потому что мне артисты странные люди они ему они могут приходить в очках без очков в одежде без одежды между чем-то по ней никто не спрашивает митя видела заш прекрасная фигура почему в одеты да я бы я не совсем я не создавал раздевать я не совсем представляю себе вдруг набирал ты на джонас спросили о том почему вы все время очка и почему вот одеваете все время в яркие пиджаки а почему вы так хорошо играете на проте пьянта потому что он так захотел и я так захотел вот так что так хочет мельфамин вот то он так видит и более того это прекрасные новые очки dior вот чего и пока почему бы их не показать и вот там как бы чего бы нам не не показать клип не манекен давайте сейчас мы посмотрим это в контакте live телефон прямого эфира 276 боже 276 29 49 заговариваться начал звонить к нам сюда и задавать вопросы митю обязательно них ответит мить скажи пожалуйста а ты любишь готовить ты хочешь что что чтобы я что-нибудь приготовил пойдем пойдем в ресторанах посчитаешь питаться я абсолютно всеяден и более того если что-то нужно приготовить я конечно это сделаю и это не будет ни сосиски ни яичница я могу приготовить суп на научу пожарить могу там могу потушить заведешь такой активный спортивный образ жизни все-таки правильное питание придерживаешься либо ну как тебе сказать я и я могу и заехать в фастфуд уточка мне кажется вообще святое съесть двойной мак маффин с яйцом особенно просыпаешься утром например 5 или в 6 или в 7 утра самолет я как чем раньше просыпаюсь тем больше чем больше не хочется ездить я готов сожрать знаешь прям свинью вот едешь по спокойной московской трассе еще пробок нету солнышко только брежет рассвет ты видишь завтра за конечно же хочет заезжаешь набиваешь себе пузо желудок потом даже господи для чего это сделать когда же можно было приехать в аэропорт съесть кашки нам каких-то йогуртов сырничков там еще что-то нет тебя тянет конечно на что-то такое другое не скажи ты сова или просыпаешься рано я попугай мало спишь много говорю скажи а ты пишешь там все песни но я пишу себе песню но дело в том что эти песни не увидели свету почему потому что есть люди которые пишут песню лучше чем я я гуляю их вкус но может когда кому что-нибудь решишь ли ты выпустит может быть нет за то что есть несколько песен они есть у меня и и вконтакте есть опять же да и есть таких других сайтов где вы можете найти песню моего сочинения сочинения вот лето город корабли ты и я слезы что там еще в общем есть что пошли есть где развернулись вот у нас звонок тем временем здравствуйте алё молчат алё здравствуйте алё здравствуйте представьтесь пожалуйста да можно уже говорить вопросы ваше имя меня зовут только и у меня вопрос будет ли совместные клипы или трек с татьяной серёшиной какой интересный неожиданно вопрос в дело в том что спасибо спасибо за за вопрос дуэта до сих пор более актуальны нежели когда-либо есть одна песня которую мне очень хочется спеть в дуэте скорее всего мы очень сильно хотим я я тоже алексей романов я открою сейчас секрет крови абсолютно все карты обычно я этого не делаю да есть песня журавли которая была написана около года назад и была посвящена одному известному человеку я потом скажу какому это время да мы осмелимся это сделать к сожалению этого человека больше с нами нету но есть песня которая как нельзя лучше подходит для того чтобы нам напомнить на ней и эту песню мы хотели спеть вернее спели даже с одной известной певицы но скажем так она не увидела своего света эта песня она не полетела чем-то не прилетел как это красивая птица хотя а хотя должна была сделать да очень хочется спеть эту песню с его леонидной пользы который я дружу но на какое-то время мы с ней просто сейчас разошлись как море корабли у как у каждой своей жизни я все-таки не оставляю надежды сделать это с ней либо же мой вот я жду встречи с верой брежневым что там тоже очень подходит да конечно две разные певицы две разных историй два разных вокала но тем не менее вот мы как-то видим эту историю либо с той либо с другой поэтому вера если ты меня слышишь пожалуйста откликнись свяжись со мной или я тебе позвоню сам почему потому что эта песня ждет нас обоих или так ли георги леонида хватит прятаться от меня хватит воспитывать дочерей уже кстати вид веры вам воспитывает тоже в общем они конечно обе все в заботах заядлые мамы примерные мамы но тем не менее творчество тем более совместного никто не отменял вот звоните миде пишите миде ведь расскажи долго ли пшка песни выбираешь как это происходит процесса перстать и песни ты знаешь все зависит от того насколько песня действительно отражает на данный момент какое-то внутреннее состояние ну ну как правило я сразу включаюсь и я понимаю что либо она либо либо мы идем дальше все зависит от того что значит как пазла когда входит а долго это работа что-то есть да достаточно долго будет я могу сказать что на примере песни следует за солнцем это случилось практически мгновенно мой замечательный менеджмент в голден лук тоже занимается отчасти моим репертуаром и собственно мне прислали эту песню я так сначала ее послушал понял что песня хорошая ее надо забирать и надо эксплуатировать вот и потом как-то так случилось что наступила весна мартовские праздники 8 марта не поехали поехали значит это за отмечать 8 марта т.к. туда поехали сюда ребят стоп мы никогда не поедем то что мне нужно записывать песню я приехал на на студию каранжировщику алексу далее и буквально за два дня мы записали это редкость на самом деле песню конечно же пишешь дольше потому что ты меняешь текст это где-то между гармонию 1000 аранжировку еще что-то но в конце концов все получилось мгновенно то есть ты все-таки там тексты под себя корректируешь конечно у нас я знал ура время мальва здравствуйте алё а представьтесь пожалуйста здравствуйте из города какого милиуз хочу похвалить новую песню митя фамина мелкий пара очень классно веришь ли ты митя в нумерологии на васил за вопрос большой день не верю я в нумерологии даже не знаю даже низкая скорее всего скорее всего скорее всего нет хотя как и что это такое это режима какая-то вот высчитывая судьбу посвятить посредством числа там даты рождения твоей это все высчитывает какой-то никогда не считаю в цифры но я обращаю внимание на на цифры но в основном в цифры в своей кредитной карте а вот всякие там вот вы какие-то вот потусторонние силы вы веришь в гадание ну как тебе сказать ты знаешь не хочу об этом говорить потому что мне кажется для каждого человека это очень интимная сфера его жизни вот главное верить себя верить бога верить в свое предназначение своих вообще в том что жизнь прекрасна и всегда смогли только вперед вот и клип смотрите сейчас митя фамина садовник друзья наше время к сожалению подходит концу митя наша беседа заканчивается митя все любое своим клипом мы поздравляемся с премьерой спасибо большое работа и давай что-нибудь пожелаем теле зрителям людям которые досмотрели сегодня я хочу напомнить о том что в свое время этот клип даже на некоторых телеканалах был запрещен к просмотру потому что считали его слишком слишком откровенным но слава богу времена прошли и я считаю что как раз он достаточно сдержанный и при этом по-прежнему красиво значит я я хочу сказать огромное спасибо друзья за то что вы по ту сторону экрана выслушали сегодня все о чем мы говорили о важных вещах они важных вещах увидели практически ну все мои видеоклипы не все но половину знаю что вы смотрите совершенно разных частях земного шара почему потому что видел собственно ручно в отелях на разных точках нашей планеты что music box работает работает исправно в общем всем я нам желаю безоблачного неба самого яркого теплого горячего лета я желаю чтобы вас любили вы влюблялись я желаю вам здоровья красоты и гармонии снимаю очки чтобы вы увидели мои бесстыжи базы и все и закончим укрепом митиками на домой 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 конечно что я еду домой я работаю с вами был митиками на épиками на